Восемь искусственных неровностей на одной небольшой улице. Много это или мало, сложно сказать, когда речь идёт о безопасности пешеходов. Видимо, у жителей этих домов были веские причины, чтобы установить здесь дополнительные препятствия, помимо тех, которые уже были раньше. Но не всем соседям пришлись по духу такие преобразования. Недовольные горожане обратились в региональное отделение Народного фронта с просьбой разобраться в ситуации. В Общероссийский Народный фронт обратился житель дома номер 7 по улице Международной. Это профессиональный водитель, который с огромным стажем, который проехал пол Европы и всю Российскую Федерацию. И задал нам простой вопрос. Зачем на улице Международной от улицы Кавказской до Партизанской составляет 600 метров и лежит 8 искусственных неровностей? Безопасность пешеходов или комфорт автомобилистов? Этим вопросом задались и в мэрии Черкесском, так как к ним тоже поступают жалобы от недовольных автомобилистов. Сотрудники транспортного отдела насчитали в городе 180 подобных участков, на которых горожане самовольно установили искусственные неровности. Всё бы ничего, но многие из них, по словам специалистов, не соответствуют требованиям ГОСТов. Зачастую водителям приходится в буквальном смысле их перелетать, так как они выше необходимого и не оборудованы предупреждающими дорожными знаками. Нужна необходимость, им присутствует однозначно. Но, опять же, мы живём в правом государстве. И если без знаков, без сотрудников, без соответствующих документов установлены искусственные неровности, не подлеждают демонтировки. И в последующем, как полагается, зарегументировать и установить обратно, чтобы не было уже упоминаний, чтобы была писать документы. На заседании было принято решение привести в соответствие все самовольно установленные горожанами искусственные неровности. А там, где нет в них необходимости, демонтировать. Ревизию городских улиц сотрудники мэрии проведут вместе с представителями ГИБДД. И идти поэтапно. Понятно, что мы за месяц, я так понимаю, мы все это не снесём. Мы в проекте решения, по-моему, писали, что до конца марта всю эту работу завершить. Но я думаю, что мы это не успеем. Это надо делать планово. Может быть, до конца марта хотя бы магистральные улицы с основным потоком движения, где большой поток. На заседании были детально рассмотрены и обращения горожан. На некоторых улицах по их просьбе также появится препятствие для лихачей. Участники встречи попросили во время выбора участков для установки искусственных неровностей не забывать и о безопасности пассажиров общественного транспорта. Пассажир готовится на выход. И каждый раз, когда автобус подъезжает к искусственным неровностям, тормозит. И в этот момент или пассажир карточку достаёт, или деньги, начинается падение. Это тоже способствует травматизму. Тоже это фактор. Я прошу им принимать его внимание. Потому что их надо делать прогноз. Кроме того, заместитель мэра Черкеска Артур Озов порекомендовал комиссии разработать план организации дорожного движения одного из микрорайонов Черкеска, жители которого не раз обращались в городскую администрацию. Большой район города от Фурманово до Фабричной и граница Ставропольского-Одаватора. Там у нас есть улица, которая с односторонним движением. Есть двухсторонние движения. Допустим, Садовая, Красноармейская, ЩЕОСа, Фурманово, Фабричная. Каждый раз к нам какие-то обращения поступают, заявления, сделать у нас односторонние или сделать у нас двухсторонние. Мы подумали, решили комплекс для этого рассмотреть. Судя по всему, в Черкесске взялись за решение ещё одной наболевшей проблемы. Сейчас сотрудники ГИБДД тестируют мобильные комплексы, которые позволят штрафовать тех, кто паркует свои автомобили в неположенных для этого местах. Улиц, заполненных транспортом в республиканской столице, хватает. А вот автоинспекторов и эвакуаторов нет. Но выход найден. Патрубный автомобиль проехал. Знак прочитал, номера прочитал. Штраф он автоматом отправил. Никто никого. Нам уже инспектор не нужен. В эпоху высоких технологий за порядком на улицах могут следить и мобильные устройства. Такие комплексы, уже опробованные во многих городах России, доказали свою эффективность. Письма счастья за неправильную парковку, как отмечают представители ГИБДД, жители республиканской столицы будут получать уже в ближайшее время. Ватима Куршева, Михаил Каракелян. Итоги недели.